МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы в нашей республике. Это потрясающе, это здорово. Вы актер, телеведущий. Как вы себя чувствуете? В какой роли, насколько комфортнее? В роли актера, театра, актера, кино или в роли телеведущего? Где вам комфортнее? Ну, давайте так. Первично был театр. Из него все пошло. Поэтому, наверное, в театре я нахожусь в самой комфортной, гармоничной для меня обстановке. И перерыва в работе в театре не было никогда. С 1995 года я со сцены не сходил, слава тебе, Господи. И пока не собираюсь. Кино тоже комфортно. Это актерское мастерство. Оно бывает чуть реже. Если перерыв в съемках есть, ты приходишь в кадр через полгодика, как на Пановой. Это да. А что говорить о телеведущем? Ну, во-первых, мне так это присвоили, звонить телеведущим. Было несколько программ, в которые я приходил. Достаточно много программ. Ну да, но они как-то достаточно быстро так же и рассосались. Поэтому сказать, что я очень профессиональный телеведущий, наверное, нет. Ведущий мероприятий – да. Я уже это... Причем я тоже очень вначале это не любил. Когда мне предложили первый корпоратив, я сказал, нет, нет. То есть можно через запятую «актер театра и кино телеведущий» – тамада. Ну, тамада – это все-таки свадьба, а ведение мероприятий несколько иное. От официальных до неофициальных. Но телеведущий – это тоже ремесло, такая профессия, и она не совсем актерская. Она может быть и актером, но это отдельное искусство, и им надо уметь владеть. Потому что есть определенные законы телевизионной программы. Формат, время, хронометраж, за которые выходить нельзя. А так увлекаешься партнерами, с которыми ты говоришь – опасно. Так что телеведущий – это, наверное, самое зыбкое, что есть во мне. Но я готов работать на телевидении. Вам нужно провести программу? А я сейчас приду и проведу ее. В какой программе вы чувствуете себя более комфортно? У вас был и час безопасности, и хочу знать с Михаилом Шервиндом, и между нами девочками. Настолько разные форматы, настолько разные подачи. И даже каналы разные. Даже каналы разные, у нас везде была программа. Теперь на национальном телевидении пробуйте себя в роли ведущего. Александр Носик, 46, с половинкой, готов стать ведущим. Руки, зубы. Прогноз погоды, новости, что вам ближе? Вы знаете, нет, я все-таки как актер драматический, мне надо быть в материале, мне нужно чем-то быть увлеченным. Программа Михаила Шервинда была замечательной, потому что я узнавал сам очень многого. Я открывал вместе со зрителями. Программа «Между нами и девочками» была интересна тем, что, отсев с Димой Орловым, мы могли говорить о том, о чем мы думаем. И это как раз приблизительно то, что было сейчас с ребятами. Это некий тренинг, коуч, некий разбор психологии, жизни, причинно-следственных связей. Это интересно, по сути. А какая еще вы говорили программа? Ну там вот великое множество. «Хочу дом за рубежом», например. Это было интересно, потому что это был продукт, практически сделанный на месте. Мы были сами режиссеры. У нас был режиссер, он хороший парень, полуангличанин, но он занимался там еще организационной штукой, а мы с оператором все это снимали, и тексты писали сами, и мы приезжали в дом, который был расписан по одному, а видели совсем другой дом. И надо было тут же на месте придумать его достоинства, недостатки, и не повторить историю предыдущую. Поэтому это тоже... Знаете, когда спрашивают, какая роль самая любимая? Да не все любимые, это как дети. Даже программа – это дети. Ты что-то сделал, ты во что-то вложился, ты это родил, это твое. И в каждом будет что-то свое хорошее. Ну вот все-таки вы говорите, что в первую очередь вы актер театра. Конечно. Вы родились в семье актеров. Вот как вас воспитывали, прививали? Вас готовили именно к актерской профессии? Нет, наоборот, меня от нее отгоняли и говорили, что актером я не буду. И в общем, я сам не хотел быть актером абсолютно точно. Как тогда получилось так, что вы оказались... Проведение? Воле случая, я реально поступал в Плехановский институт и практически сдал туда экзамены, не хватило одного балла. А мой отец сманипулировал мной, в хорошем смысле этого слова. Он меня подначил, и я пошел на туры в театральный институт. Так вот, в Плехановский я не добираю балл, а в театральный я поступаю. Ну, думаю, год поучусь, потом второй, потом третий, потом четвертый. И вот так до сих пор затянуло. Затянуло. Как нужно воспитывать детей? Нужно их направлять все-таки? Я думаю, что не нужно направлять. Сейчас они растут в таком большом пространстве, гораздо больше у них возможности выйти. Ну, было бы смешно, если бы я сейчас рассуждал, не имея детей, об этом. Ну, мне кажется, что ребенку надо дать двери, в кавычках, да, в которые он может открыть. А куда-то точно везти его не стоит, потому что мир очень богат, он выберет сам. Но где-то, наверное, лет до 11-12, пока он не сбунтовался, вот все раз... Причем надо давать гармонично, от школы искусств до спорта, до каких-то даже там профессиональных навыков. Пусть берет все. А дальше он сам определится. Не надо его трогать. А к тем навыкам, которые были получены, если надо, он вернется. Надо просто предоставить ему широту обзора. Ну, вот все-таки вы проводите серию мастер-классов, кучу мастер-классов, направляете детей практически, да, куда-то. Куда вы их ведете? Что даете? Какое мысльное направление? Я пытаюсь помочь им получить навык мыслить, анализировать, чувствовать и не врать себе. Это самое главное. Потому что в любом случае, будет ли успех или не будет, это выбор, во-первых, человека, во-вторых, все это очень относительно. И не всем это нужно. А вот быть в гармонии с самим собой, да. Я, наверное, ищу гармонию, и этим я делюсь с ними. Своими методами, которые вытащил сам. А ключик какой подбираете? Как находите? Я такой же, как они. Я такой же ученик, как они. Это мой общий ключ. Я прихожу не с позиции мэтра, хотя, конечно, какие-то вещи я говорю. Опять, если бы мастер-класс имел продолжительность 6-7 часов, я думаю, что я был бы менее обезапелляционен. Но здесь нету времени. Какие-то вещи надо просто утверждать, они оседают. А на самом деле, правильный мастер-класс, когда ты задаешь вопрос и приводишь их к этому решению. Не ты им выдаешь конечную версию. В этом вот минус скоротечных мастер-классов. А как преподносите себя? То есть вот первое впечатление, все-таки вас знают как актеры театра кино, вы уже рассчитываете на это? То есть вас должны изначально принять, значит, уже, ну, как известного человека. Каждый раз по-новому. Вы поймите, когда я выхожу на сцену, как и все мои коллеги-партнеры по спектаклям, мы никогда не знаем, какой будет зал. И очень часто зал выставляет энергетическую стеночку. Он говорит, ну, приехали, покажите, докажите. И ты каждый раз заново доказываешь. Что мы должны вас любить, да? Да, да. И ты доказываешь каждый раз заново, что ты имеешь право быть на этой сцене. Поэтому я прихожу с чистого листа. Я прихожу и вижу зал и его чувства, и дальше как-то оно само происходит. Но это трудно каждый раз начинать с чистого листа. А я всю жизнь начинаю. Нет, вообще актер всегда начинает с чистого листа. Новый спектакль с чистого листа. Новая съемочная группа, новый фильм с чистого листа. Новая программа с чистого листа. Это принцип самой работы. Это все с чистого листа. А иначе ты будешь глухо-слепо-немым и транслирует только что-то одно. Это нельзя. Да и потом по жизни как-то так всегда металла, бросала. Столько всего было. Каждый раз приходишь и не говоришь, я пришел, любите меня. Я пришел, какие у вас правила? Я из советского прошлого. Понимаете, у меня советская армия, советский гараж, таксопарк, где была практика. Там не приходили вы пендриваясь. Я пришел к вам. Приходили, говорите, здравствуйте. А что мне делать? А что мне за это будет? И так далее. Поэтому надо просто уметь приходить в чужой монастырь, принимая условия этого монастыря. Но тем не менее, вы отлично выглядите, ваша физическая форма... А я должен был уже раз. Я к тому, что встречают все равно по одежке. Встречают внешность, встречают еще не успев пообщаться с человеком, сканируют внешний вид. Как удается сохранить вообще такую форму? Вы знаете, нет, просто спорт. Потому что сегодня, кстати, на встрече с руководителем республики, когда мы сидели с главой, в том числе шел разговор о спортивной подготовке, о здоровой семье, здоровом области жизни, на самом деле у меня вдруг родилась мысль, что по идее должен быть такой предмет, как гигиена. Это нечто среднее между биологией, анатомией и культурой жизни. Потому что есть гигиена физическое тело, а есть гигиена мышц тела. Это такая же гигиена. Спорт – это гигиена. Это возможность содержать сосуд, в котором живет душа, и разум в хорошей рабочей форме. Я думаю, что это надо так же, как чистишь зубы, так же приучать заниматься спортом. И знать свое тело, и понимать, что с ним происходит. Будет гораздо лучше. Поэтому, борясь с травмами, сутулостью с детства, пытаясь что-то делать в кино сам, желая иметь возможность, подвижность, активность, исполнение каких-то танцев, трюков, ты приводишь себя в форму. Ну и плюс еще это, извините меня, то, что продается. Это же товар. Мы же живем в мире рынка. Актер должен быть презентабелен, его должны хотеть купить, а иначе я не потеряю возможность творить душу. Для этого я должен содержать обертку. Так что обертку занимаемся, потихонечку спортом занимаемся, стараемся на ночь не жрать, меньше есть сладкого, хлебобулочных изделий. Ну, в общем, все как у обычных людей. Но никакой особой диеты нет, просто вот сдерживать себя. В тренажерном зале сколько времени? При моем графике я в тренажерный зал попадаю три раза в год. Мне хватает тут о них разминок. Мне очень нравится ваш график. Тем не менее, три раза в год их. Но каждое утро, каждое утро обязательная разминка, отжимания, там, по возможности, пресс, приседания, спина. Это, на самом деле, та самая дисциплина, и та самая гигиена. И я это делаю благодаря Володе Турчинскому, тому самому великому Вовке, Владимиру Турчинскому. Он занимался и тренировал в Марке Аврелии, это на юге Москвы, юго-востоке, а я живу на северо-западе. И когда он мне сказал, когда ты ко мне приедешь, когда ты ко мне приедешь, я говорю, Володя, я не могу, до тебя ехать полтора часа, два часа, потом два часа назад, я теряю весь день, у меня нет такой возможности. Он меня пытал, потом говорит, хорошо, у тебя 15 минут в день есть? Я говорю, конечно, что есть. Почему ты не занимаешься? Это стало поворотной стороной. И с тех пор, Царство Небесное Володе, я в этой форме, не занимаюсь в зале, редко, когда блоки есть, я могу походить, благодаря ему, потому что я делаю утреннюю разминку, зарядку, как угодно называете, тренировку. Достаточно емкую, короткую, но емкую. На гастролях, не на гастролях. То есть благодаря этому вы можете, наверное, участвовать в любых реалити, вплоть до... И танцы уже на льду были, да? Танцы были, бокс был, большие гонки были. Ну вот сейчас это как вот, когда они по всяким акробатическим и некробатическим по полосе препятствия проходят, она очень сложная, туда надо отдельно подготовиться, надо все-таки пройдет себя в реальную форму, потому что это уже чисто спортивные соревнования. Но при желании, как бы база есть, да, можно довести. И в цирк тоже. Да, и в цирк тоже. Все навык. Это навык, навык и победа собственных страхов. А есть какой-то страх вот в том же самом цирке в клетку со львом войти? Ну, вы знаете, нет, страхи есть. Я не верю людям, которые говорят, что они не боятся. Мой товарищ, спецназовец, Анатолий Мещеряков, который является консультантом, и он являлся консультантом и на спецназе, и потом в фильме «Глазовые ворота» у Малюкова, он был в горячих точках, служил, защищал нашу родину. И когда я всем говорю, он говорит, «Толь, ты вот не боишься?» Он говорит, «Еще как боюсь». Боятся все, но есть те, кто преодолевает свой страх и те, кто не преодолевает. И никогда понять нельзя, вот о чем я, собственно, говорил ребятам, чтобы они это понимали. Если ты один раз струсил, ты не знаешь, что ты будешь трусить всю жизнь. Если ты струсил, это мотивация в следующий раз победить себя, а не струсить. Это каждодневная работа. Нельзя стать смелым на всю оставшуюся жизнь. Это глупость. Каждый раз будет возникать страх. С возрастом еще больше. В цирке я очень боюсь высоты, потому что я падал и разбивался. Я очень боюсь высоты. Я боюсь глубины. Я плаваю с удовольствием. Плохо, но с удовольствием. И люблю нырять, но когда я понимаю, что подо мной огромная масса, мне все равно страшно. Но я плыву за другими, пытаюсь опять преодолеть страх. Зверей. Меня кусали звери достаточно капитально. Конечно, я их боюсь. Но я, естественно, полезу в клетку. Но опять-таки, изначально выяснив технику безопасности, у меня были съемки как раз у Михаила Ширвинда. Я был на территории, в вольере, где были львы. И когда лев, дрессировщик, кладет ему голову в пасть, а лев смотрит на меня, как и на котлету. И так, ты следующий. Его я не могу, я его боюсь, а я съем. Мысль очень странная. Но потом я сказал, а можно дернуть льва за хвост? Он говорит, выйди с той стороны, дерни, только не клади руки на клетку, потому что он сразу... И я реально дернул льва за льва, льва за хвост, убрал руки, а лев так... Не понял. Это было. Но вообще, никогда нельзя недооценивать угрозу. Я катаюсь на лыжах горных и люблю скорость. Опять-таки, благодаря своим друзьям, они меня поставили на лыжи. Но есть вещи, которые нельзя совершать. Если ты хочешь сохранить жизнь, если ты готов с ней расстаться, смелый. Потому что смерть во имя спасения кого-то, она еще приемлема. А смерть по неосторожности обидна. Хотя, с другой стороны, именно такие люди раздвигают границы возможного. Тоже. Потому что все неоднозначно. Сейчас очень, я не знаю, даже модно, не модно, но тренд. Все занимаются благотворительностью. Вот как вы считаете, она в моде или это все-таки необходимое жизненное уже? Как минимум, две или три позиции. Во-первых, это мода, потому что это социальная мода, это может быть и неплохо. Это, как я называю, получение индульгенции. Потому что есть некое оправдание, потому что у нас такое количество фондов, и они настолько узкоспециализированы, что возникает вопрос, зачем? И на самом деле самое грустное в этой ситуации это, к сожалению, оценка деятельности Министерства здравоохранения, социальных служб, потому что не может быть такого количества благотворительности в стране, где люди платят налоги, они идут на содержание, проведение, лечение и так далее, а люди собирают все сами. Этого быть не может. Значит, эта система не работает, потому что благотворительность должна работать в ситуации крайней необходимости, когда чрезвычайная ситуация и бедствие, когда действительно, ну вот есть деньги на операцию, но она стоит в два раза дороже, тогда я понимаю, но невозможно, не может быть, чтобы были сотни, тысячи фондов, причем еще надо понимать, какое соотношение денег на содержание фонда уходит. Получилась очередная система, я не говорю сейчас про все фонды, очень много людей, которые искренне пытаются что-то сделать, но сама система, к сожалению, работает не очень правильно, поэтому я считаю, что у нас есть медицинская страховка, у нас есть социальные какие-то гарантии, обеспеченные нашим законодательством, Конституцией и деньги в бюджете. Это должно быть порыв, это должно быть отдельная ситуация тогда, когда другого нет. Но это не может быть столь массовым явлением, возникает вопрос, почему, зачем столько. Я за благотворительность, но только она должна быть здравой, в смысле, она должна быть основой, правильно. Александр, спасибо большое за живой разговор, за эту удивительную беседу. Я думаю, что вы можете обратиться к нашим телезрителям, которые очень любят ваши сериалы, смотрят программы с вашим участием, приезжайте к нам еще, и мы будем с удовольствием встречаться. Спасибо большое, мне очень приятно, Галина. Дорогие телезрители, меньше смотрите телевизор, больше делайте в своей жизни. Счастья вам. Спасибо большое. Это была программа «По существу». Я с вами прощаюсь, до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Субтитры сделал DimaTorzok